Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семена Чемоданок. С вами я, Славян, Настенка. И сегодня в этом выпуске мы подведем итоги месяца жизни на Шри-Ланке. Да-да, уже прошел целый месяц. Вообще вот так вот просто время пролетело. На стримах, комментариях, вопросы в сети мы получали одни и те же. А сколько? А дороже? А дешевле? И так далее и тому подобное. И мы сразу озвучивали, что вот месяц пройдет, традиционно подведем итоги. И сегодня про итоги. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте свои выводы и погнали! Для того, чтобы начать рассказывать о наших расходах, хотелось бы сказать, что это сугубо индивидуально, потому что каждая семья питается по-своему. Всех свои запросы. Кто-то любит покушать, кто-то любит развлекаться, кто-то любит рестораны. И первый расход за месяц, это, конечно же, жилье по прилету. Мы сняли виллу, которая нам обошлась в 27 тысяч рублей. Здесь будет конвертация в доллар, в удобную валюту. Вот, чтобы многим, кто смотрит нас из других стран, было бы проще. В эти деньги включены коммунальные услуги, свет, вода, то есть все под ключ. И самое, что интересное, когда мы только прилетели, первый наш расход был, это транспорт, 65 долларов. Но, так как мы сняли сразу за месяц эту виллу, он нам его сделал бесплатно. Помимо всего этого, у жилья очень удобное расположение. Мы находимся прямо в центре Унаватуны. Здесь развита инфраструктура. С нашей локацией можно добраться куда угодно. У нас рядом самый известный пляж Унаватуна. Здесь через гору у нас находятся два пляжа Джангл Бич. Если мы хотим покататься на серфинге, то тоже буквально 5 минут Гавана Бич. И мы уже там катаем. Сахана Бич, по-моему. А, ну, Сахана. Сахана Бич, да. Пусть будет так. В общем, расположение наикрутейшее. Рядом рынок есть рыбный. А, недалеко. Магазин. Все рядом. Ну, короче, все. И даже почта, аптека, все прям за углом дома. Супермаркеты, фруктовые палатки. В общем, есть все. Расположение здесь нас очень более чем даже устраивает. Следующий основной пункт, который есть в каждой семье, это, конечно же, поход в супермаркет. Это продукты, это какие-то необходимые бытовые мелочи разные, да. Мороженое, напитки и так далее. В общем, мы все это объединили в один пункт, чтобы не растягивать, да, по мелочи на каждое. Вышло у нас все на 29 тысяч рублей. Важно отметить, что сюда не включены овощи и фрукты. Да. Местные, так как здесь существуют палатки, и 95% овощей и фруктов мы, конечно же, покупали в этих палатках. И это как раз следующая статья расходов, в которой нам обошлась... 6 тысяч рублей. Мы очень часто покупали здесь манго, они здесь очень вкусные, есть разные сорта. Также бананы, красные, лимоны, бананы шуга, ананасы. Очень вкусные, мне кажется... Кокосы каждый день. Мы такие не больше не сможем даже поесть. Правильно, каждый день кокосы ходили на пляж, постоянно пили. По сути, это те же самые овощи-фруктовые палатки, как и, в принципе, везде. Отдельно, конечно, мы выделили такую статью, как кафе и рестораны. Пожрать мы любим. Ну да, когда ты путешествуешь, не всегда удобно брать с собой. Мы вообще никогда не берем с собой какую-то еду, это неудобно. Потому что у нас много. Мы заходим в кафе и рестораны, да, всегда. Ну и вечером прогулять по набережной, зайти в кафе. Ну не набережной, по пляжу, здесь нет набережных. Гуляться по пляжу, зайти в кафе, это такое привычное дело. Мы достаточно часто ходим, получается, в кафе и рестораны. Ну, судя по цене, достаточно. Ну, судя по сумме, Карачслава ее озвучит. В общем, прожрали мы в кафе и ресторанах аж 23 тысячи рублей. На минуточку, здесь цены в Ресиках гораздо дешевле, ну, например, там, чем в Турции и в России. Учитывая, что мы часто берем их местную еду, там типа рис, морепродукты, поэтому вышло еще дешево. А если мы бы ходили так часто в России, то я думаю, что там попахивало бы соточкой. Да, там было бы логик трибы, наверное, да. Сто процентов. Следующая статья расходов – это тук-туки. Сюда входят не только тук-туки, но мы на них проехали, наверное, процентов 90. Основную часть, да. Основную часть наших путешествий по южному берегу Шри-Ланки, по городкам. Несколько раз мы заказывали машину через приложение Пикми. И что еще было у нас? И автобус. И несколько раз ездили на автобусах. Ну, прям буквально несколько раз. Автобус – это прям очень дешевая история. Например, Су-Наватун, и мы доехали до… Матары за 600 труппи. За 600 труппи, представляете? А это 100 рублей на всем, грубо говоря. Ну, 150. 45 километров. Прикиньте. Первые полмесяца мы ездили на тук-туки, пока мы только вклинивались в это движение, как говорится, ланкийское. И мы не знали цен, и мы, получается, платили в два раза больше. Потом мы уже взяли сим-карту, скачали приложение Пикми и четко стали торговаться. И я думаю, что в следующем месяце у нас цена на расходы по тук-тукам будет гораздо ниже. Ну, а сейчас цена такая. Это 10 тысяч рублей. Но, опять-таки, я не считаю, что это много. Ну, да. По этой цене можно снять байк, но, учитывая, что у нас много, байк снимать неохота. Хотя так ездят местные. Тук-тук в аренду примерно будет стоить 1015, но, опять-таки, это заправлять, где-то оставлять, парковать. Зачем, когда можно потратить 10 тысяч рублей и не париться ни о чем? Еще один важный пункт, это, конечно же, связь. Мы сначала приехали, у нас была симка с собой международная. Есим. Да. Это, кстати, очень удобно, потому что, когда вы прилетаете в другую страну, вы не знаете операторов, не знаете тарифов. Тарифов, да. И подключить себе и симку очень важно. Там есть ссылочка в описании, можете ее подключить. Стоит недорого, а по моей ссылке вы еще и получите 50% скидочку. Поэтому оформляйте. Ну, вот максимально прям классная штука. Симка местного Mobitel оператора, название Mobitel нам обошлась в 3000 рупий. Это 600 рублей примерно на наши деньги. Плюс мы один раз продлевали интернет. Но это не полный месяц. Но в общей сложности 1000 рублей мы потратили на местную связь. Еще мы любим поразвлекаться. Есть просто такая статья, называется развлечение. Сюда на самом деле входит и гидрач, который мы брали, катались с мальчишками. Сюда же входит огромное количество раз мы брали прокат, серфинг. Сюда же входят и всякие... Кормление черепашек, черепашья ферма. Это вход у них платный. На экскурсии особо мы не ездили. Но вот в основном вот эти какие-то мелкие такие пляжные развлечения у нас были. Это все вышло на 4000 рублей. Да, что считаю, ну, очень бюджетно. Да. Я не знаю, там, в той же Турции один гидрач бы нам точно только бы обошелся по-любому. Так, ну и еще у нас есть такая статья расходов, которая называется по мелочи. По мелочи это те деньги, которые вы по-любому потратите, приезжая на какой-либо курорт. Ну, там типа открытку купить, там футболочку купить, национальные труселя себе захватить. Там, я не знаю, тапочки порвались, еще что-нибудь купить. Зарядку какую-нибудь, там. Че? Странно, да, выглядит? Мы-то с сушилкой разговариваем? Да есть такой пив. А? Битка не хочешь? А у тебя есть пиво? Или сходить? А, сходить? У вас нет, нет? Нет. Желания нет? Нет, желания нет. Нет, а попить-то можно пиво? Но сейчас надо записать просто. Нет, я понял. Окей. Да-да-да, сейчас, чуть-чуть осталось. Ну, по итогу, на эти всякие мелочевки у нас ушло примерно 10 тысяч рублей. И здесь, вот, в конец подводя итог, хочется сказать, что это без каких-либо путешествий. Мы первый месяц нашей жизни посвятили именно тому, что мы акклиматизировались. Мы поняли рынок ланкийский, мы поняли, как работает транспорт, транспортное сообщение, все изучили. И также мы путешествовали по местным курортам. Проехали, ну, наверное, все основные, куда едут люди. Это там Хикадува. Хикадува. Это Мириса. Это Вилигама. Это Матара. Это Когала. И... Что мы еще? Куда мы еще? И Уна-Ватуна. И Гале. Гале, Гале, Гале. Да. Вообще, вот так вот объехали. И эти все расходы с учетом наших путешествий по вот этим вот городкам южной линии Шри-Ланки. Подводя итоги об общей сумме, сколько же мы потратили, вот она. В 100 тысяч рублей мы уложились. Как мы обычно и говорим, что, в принципе, в любой стране мира можно прожить на 150 тысяч рублей. Где-то будет жить получше, где-то похуже. Но, в принципе, этих денег всегда хватает. Ну, по крайней мере, нам, нашей семье. А дальше у всех свои абсолютно разбеги. Кстати, здесь еще очень важно сказать о том, что сюда не включены билеты. Сюда не включены визы, страховки и все, что необходимо для переезда. А про переезд на Шри-Ланку мы сняли отдельное видео, которое было совсем недавно. И вот если эти расходы вам интересны, то обязательно клацните по ссылке в описании. Либо там найдите в плейлисте. Видос вот так вот выглядит. Ну и самое важное, что вот в следующем месяце мы уже отправляемся вглубь острова. Большой путешествия. Большой трип у нас будет по Шри-Ланке. Сезон внутри сезона. Поэтому, если вам интересно за нами смотреть, интересно путешествовать по Шри-Ланке, то обязательно подпишитесь. Если не интересно, то подписываться не нужно. Если, может быть, вам просто был интересный данный видеоролик, и все. На этом разойдемся. Пишите комментарии, ставьте лайки. И до нового сезона в сезоне. Прикиньте, вот так вот будет. Дальше будет путешествие в глуби острова. И дальше мы запишем как раз таки, во сколько нам обойдется именно путешествие по Шри-Ланке, по знаменитым достопримечательностям. Мы тоже запишем такое видео итоговое, какие были расходы и так далее. Потому что это важно знать людям, это интересно, мы знаем. Вот такой видос. Мнение в комментариях пишите, дорого-недорого, тоже пишите. А мы будем с вами прощаться. До новых путешествий, которые уже будут через один день на канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok